Ну и несколько слов об общественно-наблюдательной комиссии Владимирской области ОНК. Члены этой наблюдательной комиссии могут навещать заключенных. И на прошлой неделе в комиссии заявили, что у политика Навального нет жалоб на условия содержаний в исправительной колонии номер 2 в Покрове. В то же время адвокаты политика говорят, что проблемы со здоровьем у него начались около месяца назад, и нормальной медицинской помощи он не получает. К вопросу о доверии к членам общественно-наблюдательной комиссии ОНК области обновила свой состав. В 2019 году в списке фигурируют люди, которые связаны с силовыми ведомствами и властью. Например, Иван Абрамчук, бывший начальник Судогодской воспитательной колонии в поселке Ликино. Также в ОНК есть и те, кто занимается молодежью. В 2017 году руководитель областной правовой школы по профилактике экстремизма среди молодежи Алла Быба, а ныне член ОНК, показала фильм студентам Владимирского государственного университета, в котором Навальный сравнивался на минутку с Адольфом Гитлером. На вопросы, почему вы сравниваете Навального с Гитлером, Быба ответила, что видеоматериал делала не она, а ее просто пригласила администрация вуза, и она выполняет свою обычную работу. Или вот еще один член областного ОНК, Екатерина Ковалевская. Она имеет, внимание, почетные грамоты ОФСИН во Владимирской области, то есть она награждена вот этой системой. Ковалевская работает заведующей отделом электронных ресурсов и мультимедийных технологий Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи. Выезжает в колонии и СИЗУ области, чтобы проводить различные мероприятия для заключенных по их эстетическому, нравственному, а также патриотическому воспитанию. Ведет культурно-просветительскую работу с несовершеннолетними осужденными подростками через инспекцию ФСИН. В прошлом члены ОНК Владимирской области также выступали с одиозными заявлениями. Например, юрист и ведущая передачи «Ваше право» на государственной радиостанции Лариса Павлова и член общественной палаты города Владимира Сергей Ежан, которые были и в прошлом в составе комиссии и посещали Владимирский Централ в 2018 году. Тогда заключенный Давид Диваннишвили, внимание, лишился части языка при странных обстоятельствах. В областном УФСИН заявили, что заключенный сам откусил себе язык, когда находился в туалете. Эту же версию подтвердил и сам бывший член ОНК Ежан, который общался с пострадавшим правозащитники и родственники. Уверены, что это результат пыток и сам заключенный не смог нанести себе подобное увечье, который, к тому же, видимо, во время этих пыток и лишился передних зубов. Ну и с нами сейчас на связи Константин Котов, политический активист. Он отбывал наказание полтора года общего режима как раз в этой исправительной колонии номер два города Покров, Владимирской области. Константин, здравствуйте, слышно ли дождь? Да, здравствуйте, слышно. Здравствуйте. У меня вопрос прежде всего. Что можно сказать о медицинской помощи в колонии? То есть сколько там врачей, какие-то специалисты, сколько нужно ждать врача и какие лекарства они могут выдать, кроме аспирина, анальгина и вот как мы сейчас узнали ибупрофена. На самом деле ситуация с медициной в Покровской колонии очень плохая. Там два врача. Это врачи-фельдшеры, то есть специалисты низкой квалификации. Они сотрудники ФСИНа и в том числе имеют медицинское образование. Да, к ним можно записаться на прием, тебя отведут. Ну а что они могут сделать? Они могут измерить твою температуру, дать тебе, как вы правильно сказали, какие-то простейшие таблетки из всех запасов, которые у них есть. Ну и все. Больше никакой адекватной медицинской помощи, к сожалению, там не получишь. То есть это просто два фельдшера, да? Да, именно так. А что нужно сделать Алексею, чтобы его увезли в гражданскую больницу, как мы говорим, да? То есть чтобы он перестал пользоваться услугами тюремной медицины? Ну, во-первых, действительно, Алексей обладает правом того, чтобы его посетил гражданский врач. Например, в моем случае, когда я там находился, мои адвокаты добились того, что меня посетил гражданский специалист, врач-дерматолог. Я во время заключения подхватил кожное заболевание достаточно серьезное. И, ну, у нас на это, нам на это понадобилось чуть ли не два месяца. Конечно, после того, как мы написали заявление, в конце концов он к нам пришел, ему разрешили меня осмотреть. А чтобы вывезти в гражданскую клинику, ну, это вообще серьезный шаг. Псин, мне кажется, пойдет на это только действительно после серьезного какого-то общественного давления. Потому что и визит обычного гражданского врача – это для них что-то экстраординарное, несмотря на то, что это норма, предусмотренная правилом внутреннего распорядка. То есть законом, по которому живет любой осужденный. Тем не менее, кроме меня, никто из других осужденных гражданского врача никогда не видел. И к ним гражданский врач тогда не приходил. То есть это от том числе общественного давления, правильно я понимаю? Да, именно тот, да. То, что мои адвокаты говорили тоже об этой ситуации, я думаю, это помогло. А где Навальному и вообще заключенным, отбывающим наказание вот в этой исправительной колонии номер два, делают, ну, например, КТ? Вот делали обследование КТ, результаты, как я понимаю, Навальный не получил на руки. Можно ли этому доверять, этим результатам? Нельзя ли им доверять? Как обстоит вот с такими обследованиями КТ, МРТ? Ну, обследование, там есть рентгеновский аппарат, действительно, его используют для того, чтобы определить, нет ли у тебя туберкулеза. Вот и все. Больше никакого современного медицинского оборудования в колонии нет. Нет. Я знаю, что иногда заключенных могут вывозить в гражданскую клинику города Покрова. Сотрудники вызывают скорую помощь, и на скорой помощи тебя туда отвозят, если действительно с тобой произошло что-то серьезное. Ну, вот Навального как раз тогда туда и вывозили несколько дней назад, где, собственно, эти результаты, видимо, компьютерной томографии и сделали. Я думаю, да. То есть в колонии, естественно, МРТ тебе не сделают. У них такого оборудования просто нет. Ну, то есть если заключенному нужно МРТ или КТ, вывозится вот в эту городскую больницу Покрова, да? Если осужденный плохо себя чувствует. Если ему нужно МРТ и КТ, его просто, к сожалению, проигнорируют. В случае Навального, да, ему позволили это сделать. Обычно осужденный, конечно, такой возможности не имеет. Кость, что это за история с побудкой каждый час? У вас так было или это какая-то практика для Навального специальная? Да, я наблюдал. Со мной в отряде были осужденные тоже, которые стояли на профучете, как склонные к побегу. К ним действительно каждые два часа днем приходил сотрудник на видеорегистратора. Этот осужденный должен был читать свой доклад. Ночью сотрудники тоже приходили, их проверяли. Но это было не каждый час. Это было намного реже. То есть и они старались действительно не будить человека. В случае Алексея это, похоже, сделано специально и намеренно, чтобы усложнить ему условия содержания. Можете ли описать, в каких условиях сейчас может находиться Алексей? Что это за барак? Могли ли его перевести в лучшие условия в связи с его состоянием? А также может ли он не выполнять какие-то режимные моменты, типа строевой подготовки и так далее? Ну, соответственно, возможно, он сейчас находится как раз в медсанчасти учреждения. Это отдельное помещение, там несколько комнат на 2-3 человека. Фактически ты там целый день лежишь, ничего не делаешь. То есть, может быть, он там находится. Может быть, его перевели в обычный отряд. Соответственно, если он в обычном отряде, то, скорее всего, его заставляют выполнять все правила внутреннего распорядка. Иначе он будет получать дисциплинарное взыскание. Вот мы слышали, что он получил уже свой первый выговор. А за любое неисполнение он получит их еще и еще. То есть, я за весь свой срок заключения получил всего 6 выговоров. За то, что не поздоровался с сотрудником администрации. За то, что у меня не была застегнута пуговица на одежде. То есть, за каждую мелочь в этой исправительной колонии тебе дают выговор. Могут поместить в ШИЗО. Ну и, соответственно, да, ты не выйдешь условно-досрочно. Да, конечно, я даже растерялась, насколько это все... Какая страшная складывается картина, потому что всего два фельдшера. Практически нет никаких медикаментов и доколоний. Не факт, что из-за твоего состояния здоровья тебя могут освободить от того, чтобы строиться и выполнять вот этот жесткий распорядок. Ну, я так понимаю, ты как бывший член УНК, ты посещала московские колонии СИЗО. 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 И здесь, конечно, в СИЗО, понятная ситуация, гораздо легче, чем в колониях. Правильно? Нет, на самом деле нельзя сказать, что где-то легче. Просто, конечно же, в Москве... В Москве это столица, да? Здесь как-то еще стараются... Не знаю, хотя бы внешне соблюдать правила. И хотя бы не два фельдшера, а два врача. То, что там, конечно, поражает. Но как вы считаете, будет ли УДО у Алексея Навального или об этом можно забыть? УДО это расшифрую условно-досрочное освобождение. Ну, например, мой пример показал, что если они не захотят тебя отпустить условно-досрочно, то, конечно, они не отпустят, меня не отпустили. При том, что суд по УДО у меня состоялся за неделю до конца моего срока. Даже этой неделе они меня оставили там пробыть, сославшись на то, что я должен... Что я еще не исправился. У меня было как раз шесть выговоров. Практика судов показывает, что даже с одним выговором суды просто не идут на условно-досрочное освобождение. Они берут в сторону колонии. Колония говорит, ты еще не исправился, все. Суды этому верят, и ты ничего не сможешь доказать. Спасибо, Константин Котов, гражданский активист, который сидел как раз в исправительной колонии номер два в Покрове Владимирской области, где сейчас отбывает свой срок Алексей Навальный. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok